Перейдем к ключевым концепциям инвестирования. Самое модное, самое классное то, что в принципе обещал на ютубе сделать, когда говорил о том, что индекс инвестирования перестает работать, я говорил о всесезонном портфеле, говорил, что мне нужны графики, чтобы это показать, чтобы это все рассказать. В том, что я вам сейчас скажу те вещи, которые другие люди умудряются продавать и продавать за какие-то конские деньги. Участие в тренинге в таком стоит от 5 до 15 тысяч рублей. Всесезонный портфель. Что такое всесезонный портфель? Это вы берете и весь свой капитал делите на 4 кусочка, то есть на 4 части. Самое простое разделение – золото, недвижимость, акции, облигации. Облигации делите 50 на 50. Половина – это облигации, которые дают фиксированный доход, половина – облигации те, которые дают доход в зависимости от инфляции. В Америке это называются фонды трижеря 20-летней и типсы, то есть облигации, доход по которым привязан к инфляции. Что вы в этом случае получаете? На растущем рынке, когда мы понимаем, что причиной роста всех этих четырех классов активов и золота, и недвижимости, и облигаций является стоимость денег, а стоимость денег всегда завтра дешевле, чем вчера, то в этом случае получается, что купи ты что угодно, без разницы, золото, недвижимость, акции или облигации, из-за того, что у тебя процентная ставка постоянно снижается и это приводит к буму потребительской активности, то у тебя все эти активы начинают расти, стимулируя в том числе рост инфляции. У тебя и облигации растут, облигации с фиксированным доходом, у тебя и акции растут, у тебя золото растет, у тебя недвижимость растет. Так вот, о чем хотелось бы поговорить и какой может быть покажется немножко таким страшным графиком нарисовать. Вот на графике представлено сейчас синий график, это по-прежнему эффективная ставка по федеральным фондам, стоимость денег в Соединенных Штатах Америки. Вот такой желтая парабола в расцвете сил было поколение тружеников. Кто такое поколение трудяг, трудяги, которых я называю? Это расцвет теории стоимостного инвестирования, это Уоррен Баффетт, это портфельные менеджеры, то есть это сторонники концепции стоимостного инвестирования. Почему они были трудяги? Потому что надо было очень много внимания уделять фундаментальному анализу, потому что купить просто индекс не работало, потому что процентные ставки постоянно росли, стоимость денег постоянно увеличивалась с 55 года. Соответственно, просто покупать индекс в этот период было достаточно сложно и опасно, потому что в структуру индекса входили компании, которые умирали, то есть это был по сути ледниковый период. Целые виды бизнесов, целые виды компании, они просто уходили с рынка, потому что они не выдерживали конкуренции, потому что стоимость денег увеличивалась, зарплаты как бы активно не росли. И поэтому получается, что именно в этот период как раз таки с 65 по 80 год, это пришлось, это период, когда Уоррен Баффетт как раз таки и формировал свой капитал, когда он не покупал индексные фонды, он не делал споры по поводу инвестирования в индексы, он выбирал сигарные окурки, он подходил к фундаментальному анализу, он читал отчетность компании, он смотрел какова балансовая стоимость компании, он смотрел сколько у них долга, как они переживают постоянно растущие процентные ставки, как они быстро адаптируются, что происходит с менеджментом, как они выплачивают доход акционерам. То есть проводилась такая большая работа, это действительно были трудяги, люди, которые очень много времени проводили за чтением финансовой отчетности компании и понимание того, что они покупают. То есть они не просто там покупали фишки какие-то, как в казино, они покупали реальные бизнесы. И в этом случае ты должен стать просто человеком, который понимает, что ты покупаешь не просто какую-то акцию и ты не задаешь глупый вопрос, Максим, что делать с долларами и какие акции сейчас нужно покупать, а ты подходишь к этому вопросу как инвестор, ты покупаешь долю в бизнесе. Но при этом получается, что как раз вот в период 85-90-95 и особенно 2000-х годов, вот это вот труд, который они вкладывали на протяжении практически там 30-40 лет, он оправдался. Началась эпоха, начался золотой век инвестирования, началась эпоха снижающихся процентных ставок. Акции соответственно выросли просто в космос улетели, да и инфляция соответственно тоже выросла, процентные ставки упали, компании начали соответственно хорошо зарабатывать и в этот период все сказали, да, в 80-х годах сказали, в 90-х годах сказали, Баффет был прав, Бенджамин Грэм рулит и все начали толпа, да, ну то есть вот я таким зеленым полуовалом, да, вы видите рассвет теории стоимостного инвестирования. Почему стоимостное инвестирование получило рассвет именно в этот промежуток времени? Потому что, как я уже говорил, здесь надо было смотреть на стоимость, на стоимость компании, что вы конкретно покупаете. Начиная с 80-х годов появился Джон Богл, в этот период как раз таки начал только-только свою трудовую деятельность Рэй Далио, начался расцвет портфельной теории распределения активов. Что у нас соответственно произошло? У нас произошло следующее, то есть у нас произошла смена парадигмы. Расцвет теории стоимостного инвестирования получил вперед постоянно растущих процентных ставок, потому что стоимость денег росла, компании очень многие умирали, не выдерживали конкуренции. Происходила постоянная ротация, они заходили, выходили и исключали из индексов. И поэтому здесь важен был вопрос фундаментального подхода, да, то есть какой бизнес ты покупаешь. С 80-х годов, соответственно, началось период постоянно падающих процентных ставок, он продолжился достаточно долго. Зародилась теория, портфельная теория распределения активов, так называемый всесезонный портфель индексного инвестирования, потому что получилось, что когда у вас падает постоянно стоимость денег, то в этом случае потребитель становится более жадным, да. То есть вот вспомните нас в нулевых годах, когда у нас цены на нефть выросли, располагаемые доходы начали увеличиваться, в это время там с 2003-2004 года началось активное потребительское кредитование, в седьмом году приняли закон об ипотеке, она получила такое всеобщее развитие, да, что произошло с недвижимостью, то есть начался просто жор. То есть когда у вас постоянно стоимость денег снижается, цена на вашу недвижимость растет, банк приходит к вам и говорит, мы переоценили вашу недвижимость, она теперь у вас стоит не 50 тысяч долларов, а 100 тысяч долларов, поэтому мы вам можем дополнительно 50 тысяч долларов выпустить кредитную карточку, которую вы можете потратить, да. То есть это неизбежно сказалось на мировом потреблении, на росте экономики мировой, всей мировой экономики. И получился расцвет портфельной теории распределения активов, и как я говорю, начиная с 85-го года, это вот эта вот парабола, если там желтая, которая сходит на нет к текущему году, да, к 15-му году, то с 85-го года люди, которым в 85-м году было там порядка 25-45 лет, люди, которые начали принимать эту теорию, да, молодое поколение, 20-30 лет, да, то есть вот здесь вот люди начали развивать теорию, теорию портфельного распределения активов, и, соответственно, сейчас оно заняло умы. Почему я называю это поколением лентяев? Потому что, получается, с одной стороны, трудяги начали уходить с рынка, а трудяги не смогли конкурировать в такой ситуации. По одной простой причине, они не могли показывать более высокую доходность. То есть, они все равно смотрят на какой-то фундаментал, они смотрят на какую-то основу, но люди начинают покупать компании, ну, допустим, последние 2-3 года, посмотрите, какое сумасшествие происходит на американском рынке, да, делают IPO. Что такое IPO? IPO – это когда у компании вообще за ней вообще, ну, практически ничего нету, да, ну, не все, соглашусь, не все IPO такие, да, но что такое IPO, когда компания что-то делает, что-то какое-то показывает прототип и говорит, мне нужны деньги для того, чтобы, соответственно, там масштабироваться, да, и я продаю свою долю. И в этом случае люди платят там. То есть, компания вообще никакой прибыли для акционера не генерирует. Компания постоянно генерирует одни убытки, там, Snapchat, WhatsApp, Viber, да, Instagram. Я просто отдельные имена называю, которые оцениваются в десятки, сотни миллиардов долларов. При этом эти компании изначально даже до покупки, они не генерировали для акционеров какой-то прибавочной стоимости, но они стоят миллиарды долларов. И получается, что выросло некое поколение лентяев, и это поколение лентяев стало уже абсолютным большинством в августе 2019 года, когда вот произошел рассвет портфельной теории, потому что поколение трудяк фактически с рынка ушло, они не смогли конкурировать, они перепрофилировались. Эта школа не поддерживалась, потому что на протяжении 50 лет все-таки индексное инвестирование опережало в своей доходности портфельное управление, да, то есть стоимосное инвестирование. Даже Уоррен Баффет начал говорить о том, что, ребят, ну, извините меня, покупайте индексы. И вот черным таким овалом произошла смена парадигм, да, то есть произошла некая такая смена парадигм, то есть крест, что ушло, ну, там, с нулевых годов до 2010 года, практически ушли полностью с рынка фонды, которые в основе своей деятельности принимали концепцию стоимосновы инвестирования, и, в принципе, развились компании, которые осуществляют индексное инвестирование по принципам распределения активов. Давайте поговорим, почему это работало, да, то есть почему это было выгодно. Смотрите, мы живем в парадигме постоянно падающих процентных ставок. Соответственно, когда процентные ставки падают, то в этом случае растет золото, растет недвижимость, растут акции, растут облигации с фиксированной доходностью в цене, потому что облигации, которые были выпущены раньше, они были выпущены под более высокий процент. То есть, если мы возьмем структуру всесезонного портфеля, постоянно падающие процентные ставки, то в этом случае мы получим, что 87,5% в принципе росли. И задача была ребалансировка. Что такое ребалансировка? Ребалансировка позволяла инвестору, который следует концепции всесезонного портфеля, всегда покупать дешево и продавать дорого. То есть, в чем суть всесезонного портфеля? Вы берете свой капитал, разбивая цены на 4 части. Золото, недвижимость, акции, облигации. Какая доля, это отдельный разговор. Я сейчас не хочу в это углубляться. У каждого человека это своя. Но вот мы берем там вообще самый примитив. И что вы в этом случае получаете? Если экономический кризис какой-то. То есть, если происходит экономический кризис, то акции падают в цене, облигации растут, недвижимость тоже снижается. То есть, золото с облигациями растут в кризис. Акции с недвижимостью падают. Если экономический рост, экономический бум, то в принципе облигации снижаются. Золото тоже не таким интересным активом выступает. Начинают расти акции и недвижимость. И никто не знает, когда произойдет кризис. Никто не знает, когда произойдет падение. И поэтому есть очень простой функционал. Всесезонный портфель, когда вы для себя раз в квартал делаете ребалансировку. У вас всего должно быть четверть. Соответственно, если акция вырастает, то доля акций в этом случае в инвестиционном портфеле будет больше 20%. Доля остальных активов уменьшится, а доля акций увеличится. Поэтому вы должны, соответственно, акции продать, а все остальное купить. Если кризис, то в этом случае акции упадут в цене, и их доля станет меньше 25%, а доля облигаций станет больше, потому что они наряду с золотом в цене вырастут. И поэтому получается некая такая ребалансировка, когда вы используете подобного рода схему, достаточно простую для внедрения, достаточно простую для реализации, то сложного здесь ничего нет. И когда я говорю, что выросло поколение лентяев, то не только лентяев инвесторов, не только лентяев управляющих, но и лентяев финансовых советников, которые, в принципе, задача которых сводилась к очень простым вещам. Первое, это определить риск-профиль клиента, и там много можно говорить по поводу того, какие риски допускает для себя инвестор. Между собой могу сказать, что в большинстве своем это привязано к возрасту, доля консервативных инструментов. Определи риск-профиль, и скажи, чего и сколько у него должно быть в портфеле. И второе, это пригласи его один раз в год, чтобы он заплатил тебе комиссию, и ты ему сделал эту простейшую ребалансировку. Но это прекрасно работало, и в период постоянно падающих процентных ставок, возможно, какой-то промежуток времени, один, два, может даже три года, мы еще будем, то есть у нас Федрезерв заявил, что как минимум до 2021 года процентные ставки будут находиться на низких значениях. Ответом будет все равно, то есть есть законы экономики, есть законы природы всемирного тяготения. Если ты подбрасываешь стеклянную бутылку вверх, то она неизбежно упадет и разобьется о пол. Ты можешь подбросить ее очень высоко, но это не значит, что она не упадет. Точно так же можно сказать, что ты можешь очень долго пытаться держать процентную ставку на нуле, но как только у тебя люди начнут свою заначку тратить и увеличить скорость обращения денег, ты получишь инфляцию. И чтобы тебе сдержать эту инфляцию, тебе придется пойти по пути повышения процентных ставок. И причем это будет носить затяжной характер, то есть там чуть ли не 10-15 лет. Все зависит, конечно, в счете от воли, от политической воли человека, который с этой инфляцией будет бороться. И вопрос, когда он будет с этим бороться. Так вот, почему было эффективно, я уже объяснил. То есть у вас получается, что в парадигме постоянно падающих процентных ставок 87,5% портфеля в принципе всегда росло. И только 12,5% происходило падение, потому что инфляция замедлялась. Потому что облигации с привязкой доходности к инфляции, они соответственно тянули портфель в минус. Но в целом у тебя все было достаточно хорошо. И в период, соответственно, падающих процентных ставок, они еще тоже положительно сказывались. Что мы можем получить в текущий момент? То есть вот я высказал, опять же, извините, что повторяюсь, я высказал вам гипотезу, связанную с тем, что а что будет, если процентную ставку в России опустят до 1,5%, а что будет, если процентную ставку повысит? Вот что будет со всесезонным портфелем в случае, если процентная ставка будет расти? Редактор субтитров А.Семкин